Добрый день, церковь, хорошая возможность поделиться, порассуждать о Слове Божьем и о том, через что мы проходим. И первое, что я бы хотел, наверное, донести, первая мысль, она такая, может быть, даже необычная, я хотел порассуждать о банкротстве. Нравится вам такая идея? Наверное, меньше всего хотели бы прийти в церковь и слушать о банкротстве. Я думаю, что, наверное, я так себя поставил на ваше место и подумал так. Ну, эта мысль не страшная, я думаю, что потом она немножко поменяет свой ракурс. И вы знаете, кто такие банкроты вообще? Кто знает? Хотели бы быть банкротом? Нет? Спасибо за честность. Я тоже не хотел до какого-то момента. Но потом начал углубляться, начал углубляться в какие-то моменты, начал копать. Да, я люблю копать так как-то глубоко, насколько позволяет время и благодать Божия. И что интересно, да, слово «банкротство», знаете, как оно происходит, да, какое у него происхождение? Итальянское происхождение, да, два слова, «банкоротто», да, буквально означает «сломанная скамья». И раньше, когда кто-то занимался, вот, скажем так, каким-то делом, там, менялы были, да, в Италии, да, там, они там делали эти обменные операции. И когда они разорялись, да, когда они свои обязательства не могли выполнять, да, там, прибегали к ним такие специально обычные люди, там, ломали им скамью. И кричали «банкротто», «банкротто», да, там, сломанная скамья, значит, ты не выполнил своих обязательств, ты не можешь, да, не можешь больше продолжать свое дело, да, заниматься, да, приобретать вот эту прибыль, получать. И это сломанная скамья, это образ. Я хочу, чтобы вот такой образ, он остался немножко у нас некоторое время, образ таких невыполненных обязательств, да, образ такой несостоятельности. Да, 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 и также хочу сказать, что у Господа нашего какой-то момент был также в жизни, когда он мог чувствовать себя несостоятельным, может быть, нам могло показаться со стороны, да, когда он был на кресте, да, когда люди, которых он исцелял, да, которым он служил, да, и это описано в Матфея 27 глава. Сороковой стих, да, это говорили люди, да, даже не фарисеи, да, не книжники, не его враги, завистники, они говорили ему, разрушающий храм и в три дня созидающий. Спаси, спаси себя самого, если ты сын Божий, то сойди со креста, да, видите, так, услышать, да, такое обвинение, да, из уст тех, кто был тебе так дорог, из уст тех, кому ты служил, да, он говорил о том, что он разрушит этот храм, да, он говорил о том, что произойдет в духовном мире, я говорил о храме тела своего, но люди, они упрекали мне говорить, ты банкрот, да, ты не выполнил своих обязательств, да, ты стал посмешищем, да, ты просто сейчас не способен ничего изменить. И до этого мы знаем, что Петр, да, его один из главных учеников, он отрекся от него, да, трижды, да, он также, вот это предательство было, когда он сказал, я не знаю, да, этого человека, да, потому что хорошо быть рядом с учителем, да, с царем, да, который ходит и всех исцеляет всемогущим в определенном смысле этого слова, и никто не хочет быть рядом с банкротом, да, с человеком, который просто, скажем так, не выполнил своих обязательств, и это кажется, но на самом деле так ли это было, потому что когда Господь, скажем так, начал подниматься, да, когда он обрел совершенно другой статус, да, то вот это банкротство уже начал испытывать Петр, да, когда он узнал, что Господь, он воскрес, когда он восстал из мертвых, он вспомнил, вспомнил все свои слова, он вспомнил, как сам говорил о том, что он никогда не отречется от Господа, да, когда говорил, что если даже все кругом отрекутся, да, я никогда не отрекусь. Господь ему сказал, ты отречешься трижды, не проповедует еще петух, и это произошло в точности. И вот эта сломанная скамья, да, она была в душе Петра, и она может быть в душе каждого из нас на самом деле, да, когда мы понимаем, да, понимаем, кто такой Господь в нашей жизни, понимаем вот всю силу Его слова, власть, да, которая заключена в Его слове, и понимаем свою ущербность, да, свою несостоятельность, да, мы понимаем, насколько мы виновны в том, что мы не выполнили своих обязательств. Это то, что переживал Петр, и я не знаю, как вам, но мне Петр очень близок, потому что я могу увидеть во многих моментах себя, могу соотнести себя, да, с этой личностью, и когда он пришел к Господу, и не знаю, какая у него была мысль оправдаться или выяснить отношения, да, вы знаете этот разговор, когда Петр пришел к Господу, и у них завязался разговор, и Господь не обвинял его, да, у него был один вопрос, вы помните, какой вопрос? Любишь ли ты меня, Симон, сын Ионин, да, и Иоанна, 21-е, говорится, что он трижды спрашивал, любишь ли ты меня, Симон, он не называл его Петром тогда, у него не было еще оснований назвать своего ученика Петром, он называл его именем, которое было дано ему при рождении, Симон, любишь ли ты меня? И то, что происходило в это время в сердце Петра, я много размышлял над этим моментом, потому что вот именно то, что описано в Евреям 4,12, да, что Слово Божие живо и действенно, да, оно острее всякого меча обауда острого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, да, судит помышления и намерения сердечные, да, и когда уже третий раз обратился, Господь сказал, любишь ли ты меня, Симон, сын Ионин, то Петр опечалился, да, опечалился и того, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал, Господи, ты все знаешь, да, ты все знаешь, ты знаешь меня, ты знаешь, что я полный банкрот в твоих глазах, я не выполнил своих обязательств, ты помнишь, как я просто стучал себя в грудь и кричал, что я никогда, даже если все, и вот этот момент, да, вот этот момент, он очень важный, да, я просто вижу, вот как Господь, он как кардиохирург, да, вот есть такие хирурги, которые операцию на сердце производят, да, у них скальпель, а тут меч обоида острый, да, до разделения состава мозга, он судит, наберение сердечное, он видит, и Петр это понимает, да, и он говорит, ты все знаешь, да, потому что он понимает, что в этот момент ему ничего не скрыть, да, ему уже ничего не сказать просто, да, потому что изначально, когда он говорил, что я никогда не отрекусь, он сказал, не пропоет петух, и в этот момент Петр, он столкнулся не только с Господом, он самим собой, да, и с этими там бесами, всем миром, да, демоническим, которые кричали, банкрота, ты банкрот, ты не выполнил, да, своих обязательств, да, ты полностью здесь терпишь поражение, и Господь все это нивелировал, да, он сказал, любишь ли ты меня, Петр, и он разрушал эти обвинения врага, он разрушал вот все это проклятие, которое приходило в жизнь Петра, и все эти обвинения, да, вот этого мира демонического, которые просто рвались в его жизнь, да, там, может быть, там 30 итальянцев у него кричали одновременно, да, но Господь его утверждал и говорил, паси овец моих, да, он восстанавливал вот этот статус Петра, и то, что происходило в его сердце, вот эта сломанная скамья, которая была в сердце Петра, да, Господь просто убирал это мечом Байдоостром, да, он убирал все эти остатки осуждения, убирал это из сердца и устанавливал уже не скамью, да, а свой трон, да, свой трон, на котором он будет сидеть, и он понимал, что в этот момент происходило некое таинство, да, и вот этот Симон, он уже уходил, да, он уходил в прошлое, да, уже возникал Петр, тот камень, да, на котором Господь будет строить церковь, да, который он будет использовать как материал, который он будет действительно поднимать на свои высоты, на которые он сможет положиться. И то, что происходило сегодня здесь, да, перед алтарем, я верю, что было нечто подобное, потому что то, что мы печалимся, да, Слово Божие говорится, что есть печаль, да, ради Бога, которая производит неизменное покаяние, да, и именно так печалился Петр, именно вот это должно происходить, да, некое такое таинство, да, когда все наше банкротство, да, когда вся наша несостоятельность, она может быть замещена, может быть замещена силой Божией, любовью Божией, да, когда его меч обоюдоострый, да, он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит нас, и мы сами судим себя, потому что мы чувствуем вот это проникновение. Слово Божие, аллилуйя, операция на сердце, аминь, и после того, как эта операция на сердце произведена, мы уже не банкроты, аминь, потому что наше банкротство, и Петр это понял, оно было распито Господом на кресте, да, и после того, как он принял это, да, ему, казалось бы, не так много, и от нас требуется сказать, люблю Господи, аминь, и наше банкротство, оно, оно уходит, потому что тот, кто выполнил все свои обязательства, он предлагает нам сегодня вот этот обмен, да, сменить вот эту сломанную скамью на вот этот трон Царства Божьего, на котором не ты будешь сидеть, на котором будет он, да, тот, кто наполняет все во всем, тот, кто победил ад и смерть, и тот, кто восстанавливает тебя, может быть, в этот момент для того, чтобы стать вот именно тем спасителем твоей жизни, тем искупителем, который так необходим каждому из нас. Аллилуйя. И я написал маленькое стихотворение на эту тему, и оно так и называется «Банкрота о Господе», чтобы просто, ну, запечатать, чтобы вот это послание, оно каким-то образом осело, потому что мы много слышим каких-то посланий, а в одно ухо влетает, в другое влетает. Я верю, что каким-то образом стихи они запечатывают, и Господень также дает возможность нам как-то ярко принять то или иное откровение. «Банкрот». Стремился быть и лучше многих, бежать на корпус впереди, не уступать своей дороге и столкнув соперника с пути, в карьере быстро подниматься, всегда хотел я что скрывать, в обойме важно оставаться, нельзя нам в гонке отставать, но только став в душе банкротом, я понимать стал суть вещей. Мы ждем от жизни вечно что-то, награды ищем от людей, но жизнь проносится со свистом. Секунды тают и года, не стать листом уж белым чистым, увы, друзья, нам никогда багаж грехов. Игру с сомнений нас тянет медленно ко дну. В плену живем мы чьих-то мнений, отвергнув истину одну. Банкротом стал он изначально, спаситель мира, взяв наш грех. Явилась вдруг святая тайна, в ней суть и истинный успех. Я рад, что стал в душе банкротом, ведь так Христу я место дал. Звучит, звучит спасение нота, и сыном Бог меня назвал. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, потому что только Он, да, только Он выполнил все свои обязательства, да, только Он сделал нас теми, кем мы являемся сегодня, да. И так многие подняли, сказали, что мы спасены, да, мы сыны и дочери Божии. И Он понес наше банкротство, да, и сделал вот эту операцию на сердце. И у меня вот эта книга, которую я написал, она называется «Восхождение банкрота». У меня было такое альтернативное название «Операция на сердце», да, потому что на самом деле Господь, Он хочет, да, Он лучший кардиохирург. Вот эту операцию, да, которую Он производил в сердце Петра, Он просто мечтает произвести сердце каждого из нас. Он хочет, чтобы мы были успешными, да, чтобы мы были действительно сынами Божьими, о которых говорится в Слове Божьем. И давайте просто встанем, помолимся, когда будем жертвовать, просто вспомним, да, вспомним вот это слово Господа, обращенное к Петру. Любишь ли ты меня, Петр, да, и я также вот этот вопрос всегда задаю и себе. Любишь ли ты меня, Володя, Господь обращается к каждому из нас, да, любишь ли ты меня, Миша, любишь ли ты меня, Сергей, да, каждый из нас, он, он просто поднимается, да, поднимается над этим банкротством, над вот этим миром, да, который нас пытается осудить, да, который пытается нас, может быть, сравнять, да, с какими-то нечистотами, которых сам находится. Но когда мы принимаем Его силу, Его прощение и позволяем, смирившись пред Господом, да, Ему произвести эту операцию и установить свой престол в своем сердце, мы больше не банкроты. Я благодарю тебя, Господь, за каждого, кто слушает это слово, за каждого, кто открывает пред тобой свое сердце. И я молю тебя, Господь, чтобы эта операция происходила прямо сейчас. Молю тебя, Господь, чтобы каждая вот эта скамья сломанная, Господь, она замещалась прямо сейчас. Господь, Господь, Твоим троном, Господь, Твоим престолом, престолом благодати, на котором будешь сидеть Ты, Господь, и Ты будешь править. И это таинство, Христос Вас, пусть оно станет реальным и явным для каждого из нас, Господь. Сделай нас жертвенными, Господь. Сделай нас теми, кто будет с благодарностью отдавать Тебе. Господь, ибо мы получили намного больше, намного больше. Все, что у нас было, это сломанная скамья, Господь. Но Ты дал нам это престол. Ты дал нам это упование славы. Ты дал нам надежду на жизнь вечную. И Ты дал нам, Господь, вот это право называться и быть детьми Божьими. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал, аминь. Слава Господу. Будьте благословенны. Амго, учи. Амго, учи. Амго, учи. небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала поклонение и сольются небеса землю сольются небеса землей а воочи вновь ликуют небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала поклонение сольются небеса землей сольются небеса землей а воочи вновь ликуют небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала поклонение и сольются небеса землей а воочи вновь ликуют небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала поклонение и сольются небеса землей а воочи вновь ликуют небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала поклонение и сольются небеса землей а воочи вновь ликуют небеса в каждом сердце пусть звучит тебе хвала А в поклонении сольются небеса землёй. Дух Святой сойди, всё вокруг измени. Дух Святой сойди, с собой навори больше. Дух Святой сойди, в своей силе всё вокруг измени. Дух Святой сойди, с собой навори. Царь Иисус, Царь Иисус, превосносим мы Тебя в Боге славе. Пусть утонет вся земля, Ох, небо, дай видеть царство нам Твое. Дай видеть царство нам Твое, Царь Иисус, превосносим мы Тебя в Божьей славе. Пусть утонет вся земля, Ох, небо, дай видеть царство нам Твое. Ох, небо, дай видеть царство нам Твое, Ох, небо, дай видеть царство нам Твое. Пусть утонет вся земля, Ох, небо, дай видеть царство нам Твое. Субтитры подогнал «Симон»